приветствую вас друзья с вами Назар сегодня начинаем прохождение новой игры от парадоксов император рим она называется будем играть мы за карфаген почему я выбрал именно карфаген потому что кто помнит в прошлом году у меня была партия в мод на европу про древние времена про античный мир и там мы выбирали между римом и карфагеном карфаген там проиграл в выборах но набрал там буквально один-два голоса было перевесом я выбрал играть именно тогда за рим и обещал что поиграю за карфаген ну и тут сразу буквально тогда объявили через месяц или два новую вот эту вот игру поэтому я решил твердо для себя что буду играть именно за карфагена в новой игре тем более за рим сейчас играет чуть ли не каждый это посмотрел на сплеер не знаю почему такой выбор именно у всех полна рим потом еще были парочка за спарту и все больше я не видел чтобы кто-то еще играл вот это мне дали ранний доступ пресс версия скажем так поэтому вот сегодня спадает эмбарго 11 если не ошибаюсь а 25 апреля выходит сама игра вот ну что ж давайте выберем такой вот у нас экран выбора страны вообще тут даже можно считать некая такая 3d шность у карты есть ведь и вот мы крутим и она как как глобус крутится вот кому интересно вот здесь заканчивается карта китая здесь нету есть только индия тут кусочки фиопии современных сомали а тут и дальше уже ничего нету ну и север чуть-чуть есть скандинавия вот здесь у нас вот так южная украина и так больше вот ограничения я говорю про современные границы и тут тоже такая маленькая полосочка дальше сахара непроходимая здесь есть некоторые тоже такая кусочек территории я не знаю можно их заселять или нет но я вот здесь видел видите вот тут нет никаких стран здесь например есть от русским а тут пустые правки возможно колонизация будет доступна я честно говоря и пока не знаю то же самое и ирландии то есть вот города провинции здесь нарезаны возможно и будет как некая колонизация особенно вот это касается современной территории венгрии тут ведь все-таки рим захватывал эти территории как-то он это делал хорошо выбираем наш карфаген конечно это достаточно легкий старт я понимаю но опять-таки новая игра нужно разобраться по всем механикам по тому всему скорее проба пера скажем так вот эта партия у нас будет так что у нас есть даже знаю чего начать насчет того как умею не умею играть эту игру наверное процентов на 60 умею потому что эта игра эта смесь и европы и чуть-чуть крестоносцев тут есть тут нормально мы берем и вот это население наше число городов то есть вот этих вот маленьких таких вот провинчи провинчи чик да тут провинция это называется вот если вы сейчас видите такая пунктирная линия вот это вот все провинция а вот это вот барар например это город вот так вот в этой игре называется ну как в хойке стоит и да есть потом вот это наши подданные это все наши федераты то бишь вассалы по местному тут так называются есть еще там данники сатрапии у восточных вот этих вот парфянских культур еще к что там есть данники говорил не знаю какие-то племена на племена это данники по ходу дела увидим это все у нас федераты то есть всех их можно присоединить через дипломатию все копировали так режим одиночный это iron man пока то что такое что за смешанные гендерные права я не знаю давайте будем начинать я тут чуть-чуть поиграл вчера ночью не было вчера к сожалению возможности поиграть нормально так русский то кстати доступен сразу не надо никаких там русификаторов ставить я думаю в современном наши приводчики еще и поправят модом именно перевод потому что перевод немного кривого от некоторых местах но это ничего ну и я уже поставил первый год первый мод это вот на шрифт на глобальной карте потому что тот шрифт который здесь был именно для кириллицы он был просто ужасный он был вот вот такой вот какой-то ареал или что это за срань господня я не знаю почему такое возможно на релизе поправят но пока что я вот пошел интернете белок благо можно вообще поставить любой шрифт который у вас есть в системе который вы найдете в интернете там даже не надо ничем париться там просто обычный windows ский файл шрифтов подходит под это дело просто нужно название поставить но я выбрал нашел такой какой я должен быть который какой есть в английской версии ботинница это карфаген древняя и гордая цивилизация он крепкой хваткой держит юг средиземного моря ему покорились многие земли на берегах иберии и на западных островах карфагенским карфагенским мореходом нет равных и потому и его земельным владениями и торговыми связями нет числа только остров сицилия уже многое десятилетие противится власти карфагена фокулы самопровозглашенный тиран сырокус все еще правит восточной части острова заключил примирие с карфагеном и продлил на время греческое присутствие на острове дальше к северу отчаянно враждуют между собой молодые и слабо развитые итальянские государства впрочем ходят слухи что мне когда незначительное государство способно сместить баланс сил никогда незначительное в этой мы понимаем о чем это государство называет себя римом карфаген должен выдержать все хорошо и так что у нас на старте есть как я говорил вот эти все наши вассалы тут есть карта дипломатии как-то население политическое да тут кстати можно отменять карта ландшафта тот у нас простой ландшафт и политическая то и закрашиваю закрашивается все в наш цвет так конечно красивее но так сегодня более понятно нас религии провинции товары населения дипломатии дипломатия вот все что такое голубое это все наши фиолетовая сиракуза с нами торгуют торговые партнеры и тут эмпорий тоже с нами торгуют но вот зеленые непосредственно наши родные территории еще с египтом тоже торгуем так карта военной мощи варваров но варвара из таких вот пустых проб прибегают торговые пути четки я не вижу чтобы у нас тут просто так понял тут которые не использованы я думал тут будет какие-то линии все понял ты просто есть торговые пути в самой провинции доступные слоты сейчас этим поговорим карта игроков понятно крепление крепости все то же самое что в европе есть крепость есть у нее зона влияния регионы понятно снабжение да тут плохо со снабжением надо следить за этом цивилизированности еще не совсем понимаю что такое цивилизирует ну как понимаешь и варвары где-то и где греция карта мне никто нас любит не любит понятно мнение хорошо переключаемся на политическую так пройдемся давайте дальше ну первое видео это такое вступительное будет я просто хотя бы расскажу вам что что к чему хотя бы то что знаю указано понятно рекруты потом пошли 4 виды власти тут влияние это называется военка гражданка ораторство и была часть этого религия короче время стабильность есть агрессивная экспансия то бишь агрессивка она в этой игре имеет два пути влияния своего и как это назвать то есть она влияет немного на то что немного много на внешнюю политику как в европе и еще есть внутреннее влияние тут когда она у нас появится ему покажу еще наше население тоже подвержена скажем так вот этому агрессивному влиянию нашим и уровень тирании тоже понятное дело есть республика есть там или как и всякие как сказать не монархия почти монархии можно сказать есть империи короче говоря вот тут у нас обзор державы правительство военные дела тут традиции и статистика разные бонусы есть технологии есть такие вот тоже бонусы это не технологии это нововведения технологии вот здесь они вот тут качаются такие столбики растут потом религия знамения можно призывать это тоже ты получаешь разные бонусы зависит от мощи соответственно можно сделать стабильность вот увеличить тоже за очки можно усталость от войны снижать то же самое что в европе только там ты тоже ну да там ты тоже платишь очки за это тут просто другие дальше что экономика тоже все понятно та же европа содержание армии большое ты получаешь бонус на боевой дух обычно и с когда во время мира твоя армия стоит ты берешь вниз то же самое налоги можно там доить людей рабов заставлять работать и так дальше да не все то же самое с жалованием это у нас нашим персонажем можно тут еще за деньги покупать очки монарха такая вот тоже есть интересная фишка но вроде как это увеличивает стоит тирании то и что точно не помню что то такое тут есть потом на дипломатии то же самое что европа дальше решение тоже такие такие примитивные в европе они уже деревом идут когда переработаны тут такие пока что торговля что импортируете что экспортируете излишки вот никакие получаете бонусы за то что вы экспортируете товар много конечно странно что мы увозим товары и получаем за это бонус персонажи все нам доступны и тут привет кушевер kings я не сильно конечно вот это еще в этом разобрался даже сказать вообще не разобрался и даже на это не обращал никакого внимания на этих персонажей ну надо надо будет разобраться и наемники которые доступны для набора то же самое привет кружку крузакам там тоже такой же список и есть дальше у нас такие перелетают и винтики ну не винтики знаки тревога что ли тут скорость ведь низкая эффективность исследований тут пока что туда у нас очень низкой 60 процентов это тонала нужно граждан побольше потому что у нас 670 с населения ты я не знаю какие граждане именно что граждане или там еще и вот эти граждане имеется ввиду или общие население наверное вот эти граждане типа или это такой средний класс скажем так тех времен так импорт товаров можно настроить тут излишек тут у нас если будет излишек другие лишки у вас будут покупать эти товары тут просто настроить купить эти товары которые хочешь получить чтобы у тебя был бонус допустим купить лошади и ты сможешь нанимать тяжелую и легкую кавалерию так допустим если посмотреть то так есть тяжелые кавалерии но легкой например нету да или легкая так он научники считаются разведчики вот это наверное легкая тут ведь и тут надо говорю сидеть смотреть изучать чем нужно командиром назначим персонажи у которых определенные короче говоря у них им нечем заняться и и у них нету денег и нечто себя считает определенными нужно им найти какие-нибудь занятия поэтому них падает верность найдем не переживать нововведение вот эти бонусы вот тут полетное дело сразу нужно брать налог 1 2 это нам нужно брать скорость развития технологий я тут смотрел изучил так чё к чему есть конечно тут и на дисциплину они нету инвестиции военные технологии видимо тут тут еще можно прокачивать именно какие-то из технологий и знамение за 200 единиц которые у нас как раз таки есть тут и наверное тоже возьму налоги потому что с налогами у нас не очень хорошее дело сказной именно что сказной так и тут поближков ну вот уже плюс 0 15 плюс еще сейчас товаре на 1 настроим нормально это все поставлю и расставлю дальше что нас второе интересует это дипломатия давайте посмотрим на нее вот насчет присоединения вот допустим я бы вот это хотел присоединить утику что для этого нужно начать поглощение нужно чтобы у них отношения было 190 к нам то же самое что и в европе что можно с этим сделать можно улучшить отношения потратим на это ораторское влияние можно сделать им подарок видео 7 монеток тут видимо нужно это это делать я это делать буду естественно она пока по придержим ораторское влияние вот на остальном период тут все европа все европа только чуть-чуть урезана хорошо это мы посмотрели дальше второе дипломатическое действие которое нас интересует это естественно объявление войны объявить войну вы не можете ну тут 1 ноября то же самое что и в европе нужно месяц подождать чтобы союзы сформировались но где взять казус бели как его получить идем в тайные отношения предъявить претензию и все просто нажимаете вот эту кнопочку платить и ораторское влияние и вас появляются претензии на целую провинцию причем вот это будет повод для войны затем мы объявляем войну сенат у нас есть сенат не знаю где его вам показать где его вообще найти где смотрится правительство вот 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 сенат вот как места распределены есть пять фракций граждане военные торговые религиозные и популистская фракции можно их поддерживать но это тоже ведет к росту тирании я не знаю пока что лучше республика или империя в нашем случае как она называлась древние времена но понятное дело что не империи вот это например не может быть империи кстати как она называется аристократическая монархия монархия просто монархия вот это у нас правительство есть законы до игра большая я слышал мнение что она примитивная и сам думал что она будет примитивной на старте но не она для старта для сравнению с хойкой 4 она очень нормальная вот тут правда я не знаю как это взаимоисключающие вот эти вот закон или их можно принимать одновременно их нужно выйти по порядку вроде бы не надо чтобы идти по порядку я тут они наверное что пойдут все вместе ну что смотрите цена подкупа жалование увеличить и преданность мне кажется она будет накапливаться а можете только одну короче посмотрим не знаю не знаю так военные фракции тут кто правит это места вы понимаете это у нас кто это у нас министры это жрец магистрат наверное премьер какой-то экономика армеец минфин целители республики свободные граждане жрец верховный жрец каждый короче говоря дает какой-то бонус вот это что значит наверное зависит от его умений в этой области например у него шестерка да лучше нету кого-то поставить и соответственно от этого идет бонус да так и написано поняли это наш правитель за кого мы играем ну правда я не знаю за кого как тут считается как крестоносцев что ты играешь за кого-то и типа получаешь когда умирает тебя нет а средников игра заканчивается наверное здесь не так наверное здесь все таки ты играешь за за государством а не за персонажа персонажи как дополнение дуэтов государства ну как в европе опять таки только тут более расширено все каждому как видите тоже есть вот эти четыре очки власти есть известность есть популярность есть верность но сам себе веры надо и порядок продажность культура или религия тут тоже перки тоже что-то они там значит вот тут тоже есть такие еще три перки которые можно выбрать для нашего не знаю то ли персонажа то ли страны идеи идеи короче варим то тут видите много нужно ораторского искусства нужно и на фабрикацию 200 к и сюда но если ты закрываешь все три идеи то ты получаешь вот этот вот бонус ведь он пока не активен плюс 2 каждого прироста то есть мне кажется это нужно даже сделать быстрее чем войну давайте так тут нам нужно поставить гражданскую какой-нибудь идею но это все посмотрю между сериями вот это что тут поставить распределив командиров и так дальше сейчас мы пока так подозреваем так тут модификаторы города цивилизированы что он пока что влияет нужно изучать партия наша тут наши габер губернаторы которые и и дикты которые у них есть политики и дикты это в другой игре верность провинции все дела и так далее и тому подобное хорошо 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 это тоже надо пройтись на пятки то нужно ораторское мастерство тратить нас его пока нету но мы его будем использовать в других целях хорошо что еще можно тут будет посмотреть армия армия еще он не показал главная армия поставим нашего правителя сюда 10000 людей 6 уровень навыков военного искусства тут показан вот эти серые такие вот отряды это наемники которых можно нанять кликаешь на них тут написано что оно стоит нанять бесплатно только вот распустить их нужно 45 монет заплатить и каждый месяц нужно платить так что это такое себе дело так что тут еще о виды войск тут какое у нас может быть там тяжелая легкая пехота все делаем на это потом посмотрим тут у нас тактика рекомендуется ставить то которые здесь показывается которые эффективно и еще рекомендуется смотреть против которой какой из тактик она будет более скажем так действенно более она хорошую тут то получит больше бонуса это надеялся много легкой пехоты то нужно именно ее и вкачивать армия нас большая тут 10000 тут 9000 и еще и все вроде до 10 и 9 не такая же большая зато флотов мать моя женщина 60 кораблей 62 корабля я наверное распущу один хотя бы у реально он жрет а зачем мне столько а тут можно посмотреть например сколько у тебя корабля не нужно 40 рима 4 корабля 0 у меня вопрос а на кой мне 62 корабля у египета не отдал а как это так вот 32 мне кажется 40 не хватит головой даже и тут пираты кстати есть они тут прямо вот флоты свои водят никак в европе что там модификатор просто тут реальные флоты и пиратские ходят надо их разбивать давайте все таки я наверное делаю ошибку на их пару спускаю а как их распустить вот так вот распустить экономику все таки надо наладить плюс 3 но еще будут бонусы содержание пока ничего не меняем воевать наверное что будем в эту сторону так союзников у них пока нету этих нету вот у цели заказывается это подданные то экспорт импорт понятно на секулью значит пойдем хорошо хорошо ребята давайте на этом первую серию водную такую закончим не знаю все рассказал не все что раз чтоб что пропустил либо спрашивайте либо говорите что пропустил традиции возьмем пока потом что непонятно чтобы я и рассказал показал вам чтобы все будет довольны хорошо поэтому ставьте лайки это очень важно для меня чтобы это видео продвигалась нормально вот делитесь с друзьями говорите вот там слышит он власти там такой вот чувак есть он играет такую новую игру зайди заценивать это все вот так что на этом все всем пока и до новых встреч